Железному терпению депутатов Думы Артемовского городского округа можно только позавидовать. Какие бы катаклизмы ни случались в районе, на них в первую очередь реагируют депутаты. Ни глава, ни чиновники администрации спешат на порывы водопроводных и канализационных сетей, вышедших из строя насосов, а именно народные избранники. Кроме того, помимо всей ответственности за решение проблем в районе, они выполняют при нынешнем главе еще и роль миротворцев, постоянно предоставляя возможность руководителю муниципалитета и его подчиненным оправдываться за свои деяния. Так, приближающееся заседание Думы обещает быть в очередной раз жарким. Это показали итоги прошедшей постоянной комиссии, на которой рассматривались вопросы позже КХ. Напомним, на ней депутаты решили заслушать на Думе отчет главы по вопросам Буланашского полигона и подтопления поселка. Но еще особого перчика предстоящему заседанию придаст возникшее непонимание народных избранников в работе счетной палаты Артемовского городского округа и местных чиновников с муниципальным жильем. Данные вопросы стали темой минувшего заседания постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, нормотворчеству и регламенту. Заслушав отчет специалиста счетной палаты за 2018 год о выявленных нарушениях, депутаты высказали свое непонимание в работе счетной палаты. Я как понимаю, на Думу все выносилось, соответственно, везде были отправлены материалы и в следственные органы, и в прокуратуру где. И единственное, наше у нас административное нарушение 20 тысяч рублей. Я не понимаю, вот такой объем работ проведен, установлено, что 28 миллионов использовалось не по назначению, и результат такой. Я не понимаю, как тут все работает. 28 миллионов у нас, да, установлено, и результатов нет. И ведь это не только за 2018 год. Я понимаю, у нас и за 2017 год вы проводили проверки, тоже есть нарушения, и тоже никаких результатов нет. И получается, что вы работаете, проводите такой объем работ, а в основном и не так. Депутатам стало интересно, какие же суммы фигурировали годом ранее, в 2017 году. Ведь аппетит чиновников, известно всем, растет завидной скоростью. Кстати, для сравнения, а в 2017 году, за 2017 год сумма, вот какая была по сравнению с этим 28 миллионами 900? Для сравнения, мне кажется, наверное, в 2017 году эта сумма, наверное, ниже была, потому что, ну что, если в 2017 не спрашивали с нас никто от безнаказанности, наверное, и лучше начинаем работать, веселее использовать бюджетные средства. Депутаты попросили к заседанию Думы и счетной палате подготовить, кроме отчета за 2017 год, еще и более детально расшифрованную информацию по контролю за взысканиями денежных средств с нарушителей, растративших бюджетные средства не по назначению. По выявленным нарушениям, да, вопросов, есть предписание, допустим, тому же жилком устрою провести персенсионную работу, предъявить штрафные санкции, они вам потом не отчитываются? Вы эту информацию можете, вот, допустим, по актам проверки счетной палаты за 2018 год было предоставлено, допустим, какие-то, такие-то данные прокуратуры, прокуратура вынесла какие-то решения, по этим решениям была взыскана такая-то, такая-то сумма, чтобы мы знали, сколько вы отработали, допустим, по этим проверкам. В свою очередь депутат Геннадий Виноградов задал вопрос, когда счетная палата обратит внимание на разворованную объездную дорогу в поселке Красногвардейском. Когда палатину ремонтировали, дорога объездная была нужна, и я понял так, что в счет средств палатины построили объездную дорогу, а потом в 16-м году, получается, ее разобрали. Ну, разобрали, как-то интересно, получилось так, что, значит, Гришник был председателем Томса, он, значит, сделал фотошопинг, что там все размыло. Есть показания у нас человека, который дает такие показания, что он сам лично фотошопинг делал по просьбе их, а после этого сделали, значит, собрали какую-то комиссию, и комиссия, значит, решила, что дорогу нужно разобрать. Я видел бумагу в прокуратуре, там было так написано, при необходимости трубы демонтировать на территории Томса. Этих труб нигде нет на территории Томса. Кроме этого, метров 150, метров шириной дороги, полтора труба, скажем, полтора метра, метр 80, щерня, было просто увезено из поселка из Красногвардейска с этой дороги. Вот таким образом, я так понимаю, надо тут тоже как-то помешиваться и разбираться. Ведь сейчас, что, получается, у нас поезд ушел, на дороге будут пара-другу, все, атаки забудется, да? Это там конкретно разворовали дорогу, утащили все. Депутату Татьяне Петровой также стало интересно, как формируется в счетной палате план работы и за какой период она выполняется. Вот основные исследования, что решение, основные показатели деятельности. Здесь большие цифры. Сколько на одном мероприятии времени уходите? У нас? Да. Ну, вообще, как бы, идеальный месяц, ну, ладно, да, уходим в городский. То есть, нормы какие-то есть или нормы нет? Нет. А просто использование? Да, 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 сами ценим. Ну, вот сейчас у вас есть посланка, как вы хотите реализовать, вы успеете, вы успеете, вы успеете, вы успеете, как вы зарегируетесь? Ну, планы 19-й год. Ну, когда вы поставляли. То есть, вы решите, наверное, поместите в городе время? Ну, вот, как раз, я не могу сказать, что помещали уже планы. Вопросы, вы можете повышать? Вы с другими счетными импланыами как-то неожиданно с каждого разговора не контактируете? Ну, а у них вот какие цифры? Они по сколько мероприятий проводят? Ну, просто для интереса. Ну, как бы там в зависимости штатная численность, они все разные. Александр Соловьев в ходе дискуссии вообще спрогнозировал, что в 2019 году ситуация с растратой бюджетных денег будет еще хуже. 18-й, а я так полагаю, за 19-й год еще хуже будет. На следующем заседании комиссии депутаты пожелали услышать от счетной палаты краткую информацию по каждому контрольному мероприятию. То есть, данный вопрос члены комиссии оставили на доработку. Далее дискуссию продолжили вопросы о признании обращения депутата Екатерины Котловой, главе Артемовского городского округа, о ремонте жилого дома по улице Свободы депутатским запросом. В дискуссии с народными избранниками принял участие заместитель главы администрации, начальник управления по городскому хозяйству и жилье Александр Миронов. В свою очередь, он постарался разъяснить ситуацию с муниципальным жильем, но запутался сам и, соответственно, заморочил депутатов. По трему квартиры, в отношении жилых помещений квартиры 4, 5, 7, нужно было предоставить информацию. Квартира номер 4 является объектом муниципальной собственности, указано жилое помещение предоставлено граждан на условиях соцнайма до 1 марта 2015. 1 марта 2015 года, договор соцнайма не заключен, в жилом помещении зарегистрированы граждане, имеющие право пользоваться указанным жилым помещением, юридически жилое помещение не свободно. Данное жилое помещение не может быть распределено среди граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся жилых помещений, так как, ну, ссылка требований жилищного кодекса, наймодатель жилого помещения по договору соцнайма обязан передать нанимателю свободное право или нет жилого помещения. Договор соцнайма не заключен, то есть действовал договор соцнайма до 5-го года. Так вот, антически пролонгируется, если они прописались в жилом помещении, предоставлено. На сегодняшний день, я вам говорю, что вот было. Так у вас бред написан, помню. Ну, почему бред? Ну, если людям до 2005 года было предоставлено по договору соцнайма, они там прописались, они находятся на законных основаниях. Он автоматически пролонгируется, этот договор. Выясняя суть дела, складывалось впечатление, что чиновники-депутаты говорят на разных языках и переводчик отсутствует. Депутаты не понимали, почему при отсутствии договора соцнайма и большим задолженностям по нему администрация бездействует. Ведь на сегодня получается, что при достаточном количестве муниципального жилья очередь на него не движется. Вы говорите, ведется претензионная работа, а без цифр-то как она ведется? Претензионная рисковая работа вы меня не слышите в рамках договора соцнайма, то есть за найм живого помещения, то, что оплачивают граждане. То есть мы же взыскиваем оплату за найм. Понятно, что не за ресурсы. Да. В договоре соцнайма там четко прописано, если человек не оплачивает такое-то время коммунальные услуги, в том числе. Поэтому я говорю, что, да, почему? Можно коммунальные услуги все оплачивать, но только договорство с нами не оплачивают. Нам информацию понадобится. А можно вообще категорически все не оплачивать. Уже больше, с пятого года, извините меня, уже прошло 15 лет, это можно выморочить. Имущество было физическому лицу даже за это время. А у вас пять лет можно признать любое имущество. Надо еще понимать, кто там проживает. Я хотел бы... У нас квартир того, муниципальных, а очереди не имеют. Не сокращаются. Тему муниципального жилья, его наличие и очередей на него депутаты решили сделать отдельной темой для рассмотрения. Я помню, что мы просили у вас именно тогда предоставить всю информацию по муниципальным квартирам, по их состояниям, сколько долг, сколько вообще и какая ведется работа. Это, по-моему, уже года два прошло и до сих пор никакого результата нет. Что же касается вопроса по обращению депутата Екатерины Котловой к главе, признанию его депутатским запросом, члены постоянной комиссии приняли информацию Александра Миронова к сведению и вынесли данный вопрос на Думу.